Что такое депортация? Депортацией считается принудительный выезд иностранца из России в другое государство. Такой инструмент используют, когда иностранный гость утрачивает законное право на проживание в Российской Федерации. Мигрантов заставляют добровольно или принудительно под конвоем покинуть пределы страны. Депортация не считается наказанием за преступление, это скорее государственный метод воздействия на человека. Чтобы депортировать иностранца, достаточно выполнения только одного условия. Отсутствуют легальные основания для проживания в России. Причиной депортации может быть 1. Несвоевременный выезд из страны после окончания срока действия визы или периода безвизового проживания. 2. Аннулирование вида на жительство, разрешение на временное проживание, патента и разрешение на работу, которые подтверждали законность нахождения в РФ. 3. Отказ в признании иностранца беженцем, утрата или лишение такого статуса. 4. Незаконный въезд в страну по, естественно, поддельным документам. 5. Нежелательное нахождение иностранного гражданина в России. 6. Решение о депортации принимает ответственное лицо в МВД, о чем иностранца лично информируют и берут с него письменное обязательство покинуть Российскую Федерацию. 7. Если добровольного исполнения решения не происходит, то мигранта перемещают в специализированный центр, и его депортация происходит уже в принудительном порядке после судебного решения. Но это крайняя мера, и к ней прибегают только если иностранец никак не реагирует на предперстание выехать из РФ. 7. Сама по себе депортация не влечет за собой серьезных юридических последствий. Исключением может стать категорический отказ мигранта подкинуть пределы страны, но тогда, естественно, будет уже наказанием. Тогда его отправка происходит после судебного решения уже в принудительном порядке, когда сотрудники МВД под конвоем сопровождают иностранца до транспортного средства заграничного следования. Если же мигрант добровольно покидает Россию, то в дальнейшем он может вернуться, просто подготовив визу. Решение о депортации может быть обжаловано иностранцам в течение трех месяцев, с момента, когда ему стало известно о том, что его хотят депортировать. Если дело дошло до суда и вынесено судебное решение о принудительной высылке иностранца из РФ, на обжалование отводится 10 дней. Для оспаривания депортации иностранцам следует обращаться в суд по месту проживания. Отменить депортацию можно, если у мигранта есть весомые основания, чтобы остаться в России. Первое. Заключен брак с гражданином РФ. Есть ребенок или родственники граждан РФ. Второе. Мигрант трудится в России на легальных основаниях. Есть патент или разрешение на работу. Подписан трудовой договор. Третье. Иностранец является студентом Российского университета. Четвертое. Иностранный гость проходит курс лечения в Российской Федерации. Пятое. На момент депортации у мигранта были разрешительные документы. Разрешение на временное проживание и вид на жительство. Кого нельзя депортировать? Под депортацию не подпадают консульские и дипломатические сотрудники. Второе. Нельзя депортировать беженцев и иностранцев, только что обратившихся за получением статуса беженца или, соответственно, тех, кто попросил политическое убежище. Третье. Запрещено депортировать людей, которые утратили статус беженца, но не могут вернуться на родину по независимым от них причинам. Ну, соответственно, в их первоначальную страну исхода есть, например, там эпидемия, либо идут военные действия, и при возвращении им грозит опасность для их жизни и здоровью. Ну, например, из-за религиозных и расовых конфликтов на их территории, либо какие-то политические последствия могут быть приняты в отношении такого мигранта. Какие же бывают уловки мигрантов, чтобы вернуться обратно? Некоторые мигранты пользуются ухищрениями, чтобы снова попасть в Россию. Они возвращаются на родину, и иностранец получает паспорт на новое имя и оформляет визу в Российскую Федерацию уже под другой фамилией. Для миграционной службы такой человек – это совсем другой мигрант, который не числится в его базе как нарушитель и не занесен в черный список. Его данных среди нарушителей нет, и ему разрешен вест в Российскую Федерацию. И если при пересечении российской границы ранее выдворенный иностранец использует измененные данные, то при установлении такого факта сотрудниками пограничной службы эти граждане не будут допущены на территорию Российской Федерации, и им будет ограничен въезд уже по новой фамилии. А если при пересечении границы мигранты используют фиктивные документы, то ему не только закроют въезд на 5-10 лет, но и могут привлечь к уголовной ответственности. Если это видео было вам полезно, то ставьте нам лайки и пишите комментарии. А если видео вам не понравилось, то ставьте нам дизлайк и напишите гневный комментарий под этим видео.